Доллар на максимуме, евро обновляет минимальные отметки, что движет валютами, комментарии эксперта. Таксометры раздора. С 1 июля таксисты, не заменившие счетчики, стали нерегалами. Разберемся в ситуации и последствиях для частного извоза. И Каракас зовет туриста. Венесуэла в этом году составит серьезную конкуренцию Египту и Турции. Сколько стоит тур из Минска к латиноамериканской экзотике? Это сфера интересов. Трижды в неделю. Вторник, среда и четверг. Вечером делаем экономику понятной. Я Сергей Волик. Здравствуйте. Срок до 1 ноября, чтобы продать не сертифицированный товар и еще год на полное оформление документов. Накануне в Минторге прошло совместное совещание госорганов и самого широкого спектра предпринимательских союзов. К 1 июля, как было запланировано, ни производители, ни торговля оказались не готовы к сертификации товаров легкой промышленности в соответствии с тех регламентом таможенного союза. Распродать товары без документов разрешено до 1 ноября этого года. Дальние предприниматели, как они сами заявляют, они привозят маленькие партии товаров. Маленькие партии. Поэтому, так как это маленькие партии товаров, то распродать до 1 ноября эти маленькие партии товаров, в принципе, мы не видим каких-то проблем, и они сегодня нам не обозначили. Там три позиции всего, которые контактируют с телом, чтобы были сертификаты. Но без этого никак нельзя. Это безопасность гражданина. Уже с 1 июля 2014 года продукция легкой промышленности должна быть сертифицирована в рамках единого технического регламента таможенного союза. Говорят, что больше отсрочек не будет. Максимум по доллару, как и ожидали аналитики, достигнут на этой неделе. На торгах в Минске американец добавил 20 рублей. И этого хватило, чтобы вновь подняться на исторический максимум 8,860. Официальный курс доллара на сегодня. До этого максимальным значением, как видим, был ноябрь 2011, 8,850. И евро, наоборот, минимально подвижен и скорее смотрит на ослабление. 11,420 курс евро на сегодня. Тенденции валютного рынка узнаем у эксперта, финансовый аналитик Валерий Полховский. Здравствуйте. Здравствуйте. Доллар обновляет максимумы. Какие-то, собственно, наши причины для этого. Возможно, участие внешних факторов. Ну, наверное, одна из основных причин, которые сейчас двигают белорусский рубль, все-таки является последней тенденцией на валютном рынке Российской Федерации. Там местная валюта, она значительно ослабевает относительно доллара. Около 10% где-то потерял российский рубль. И когда на внутреннем рынке в Беларуси белорусский рубль остается неизменным, происходит значительное ослабление российского рубля. Для нашей экономики это не очень выгодно, потому что все-таки 45% экспорта направляется в Российскую Федерацию, что, на мой взгляд, все-таки может вынуждать Национальный банк на то, чтобы пойти на ослабление национальной валюты, для того, чтобы вот сгладить эту негативную тенденцию. И нельзя не заметить, что доллар идет таким выверенным шагом, минимально добавляя, минимально теряя, это политика Национального банка, не допустить резких колебаний, либо объективное движение по рыночным торгам, вот как вы прокомментируете? Очень похоже на то, что Национальный банк пытается сгладить какие-то движения, потому что обычно все-таки рыночные колебания, они носят более резкий характер, а целенаправленные какие-то интервенции, они могут двигать валюту такой более равномерным темпом, для того, чтобы все-таки максимально сгладить какие-то негативные тенденции, которые могут возникнуть из-за резких скачков курсов. И вот евро приятно радует отпускников, снижаясь, заметно снижаясь, в том числе и на торгах в Минске, что в причинах и как далеко готов пойти евро? Европейская валюта сейчас ослабевает, потому что участники мировых финансовых рынков закладываются на то, что Федеральная резервная система все-таки начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику гораздо раньше, чем Европейский Центральный Банк, и на этом фоне евро ослабевает. Тенденции имеют все шансы, продолжатся даже. Еще из новостей недели ставка рефинансирования снижена не будет. Буквально на днях заявила глава Национального Банка. Что это значит для финансового рынка? Какой это посыл? Очень позитивное решение со стороны Национального Банка, потому что все-таки жесткая денежно-кредитная политика, она будет сейчас максимально благоприятствовать ситуации на финансовом рынке. Спасибо, Валерий Полховский, и о текущем на финансовом рынке. И в год бережливости собираем советы рационального быта. Устраните места утечек воды, ведь каждые 10 капель воды в минуту равносильно потеря 2000 литров воды в год. Беларусьбанк знает, как сэкономить время, быстро и удобно провести коммунальные и другие платежи. Вы можете с помощью интернета и М-банкинга Беларусьбанка. Подробности по номеру 147. Это сфера интересов, реклама сейчас и сразу после мы покажем. Таксометры раздора. С 1 июля половина таксистов, не заменивших счетчики, стали нелегалами. Разберемся в ситуации и последствиях для частного извоза. Каракас зовет туриста. Венесуэла в этом году составит серьезную конкуренцию Египту и Турции. Сколько стоит тур из Минска к латиноамериканской экзотике? И дискуссия вокруг нового закона такси набирает обороты. Вернут ли им традиционный желтый цвет, ограничат ли возраст автомобилей восьмью годами, пока неизвестно. Но то, что останется неизменным, это наличие в автомобилях таксометров. К слову, с 1 июля все перевозчики должны были установить таксометры нового образца. Однако многие не успели, и из таких таксистов уже успела образоваться очередь. Многие потребители заняли ожидательную позицию. Они не торопились с заменой, хотя было полгода. Буквально до июля месяца у нас в листе ожидания было не более 500 человек. Но с наступлением время Че, а это 1 июля 2013 года, сразу же лист ожидания увеличится на тысячу человек. Вот новый счетчик. Как давно вы его установили? Установил в пятницу. Хорошо, и сколько вам пришлось заплатить? Так, заплатил за счетчик 3 миллиона 376 500, и плюс установка там, сколько, не знаю, 512, наверное, тысячи. По заверениям специалистов, новый таксометр обладает цифровым обменом данных. Отключить от учета такой аппарат невозможно, а значит и скрыть информацию о своем передвижении. Введение этих таксометров позволит обеспечить, снизить сокрытие выручки субъектами хозяйствования, которые их будут использовать. В связи с этим будет снижаться, так скажем, нерегальный теневой оборот наличных денежных средств. Было бы что скрывать, говорит Владимир. Рынок такси перенасыщен. 15 лет назад в стране курсировали 1200 машин, а сейчас 13 тысяч легалов и еще 4000 чернофлажников. Конкуренция сейчас серьезная угрозная. Сейчас очень много машин. Если раньше было нормальным, ты отмечался на районе 5-6, то сейчас 15-16 уже никого не удивляет. Владимир таксует 20 лет. За это время только таксометры менял несколько раз. Вот у меня уже, например, два валяется в гараже исправных таксометра. 1 июля пришло, я его включаю, он мне отвечает. Уважаемый, сегодня такое-то число. Все, свободен. Таксометры, которые сегодня в национальном реестре, позволяют использовать и пластиковые карты при расчетах за услугу. И наверняка многим клиентам она понравилась бы, только вот оценить ее успели лишь единицы. Таких автомобилей по всей стране не более 15. Но есть надежда, что грядущий чемпионат мира по хоккею в 2014 сможет изменить ситуацию. Ведь в эти дни столица ожидает около 1 миллиона гостей со всего мира. Галина Крепиди, Дмитрий Смирнов, Наталья Рудаковская, Олег Соркин и Юрий Сахадзе. Сфера интересов. Кстати, не так давно всерьез обсуждалась тема введения единого тарифа на перевозки такси с той целью, чтобы убрать с рынка нелегальных перевозчиков. Тогда сразу будет ясно, если водитель предлагает цену ниже минимально возможной, значит работает неофициально, без налогов. Дойдет ли эта инициатива до нового законодательства о таксоперевозках, спросим у председателя транспортной ассоциации историчной такси Игорь Верховец. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете вот такой практический смысл единого тарифа, введения его в Беларуси, ну и соответственно проблемы рынка сейчас? Ну, скорее всего, речь может идти не о едином тарифе, а о минимальном тарифе, ниже которого нельзя будет работать. Эта мера действительно решила многие проблемы, ибо рынок на сегодняшний день достаточно переполнен, вот, в общем-то, ограничения не ставят при получении лицензии. Кроме того, из других областей приезжают водители, скажем так, на заработки, работают в Минске, поэтому рынок очень переполнен. То есть сейчас главная конкуренция идет не вокруг качества и какого-то сервиса, а демпинга и ценовой конкуренции? Да, сейчас в основном конкуренция осуществляется путем опускания цен тарифов на таксоперевозки, то есть демпинга текущая ситуация с установкой новых счетчиков, которые сейчас на слуху, ваше видение проблемы, если таковая есть? Проблема очень серьезная, потому что часть рынка на сегодняшний день просто остановлена из-за отсутствия токсометрового оборудования. И, в общем-то, их замена не была чем-то серьезным обусловлена. Это некое подобие предыдущих, просто чуть-чуть более усовершенствовано. Кстати, я говорю, что уже через два года водителям будет необходимо менять, снова приобретать новые счетчики. Ну, скажем так, это не есть какой-то прорыв в услугах такси, то есть это просто замена оборудования, дорогостоящего достаточно оборудования. Но это не совсем правильный такой момент, поэтому как бы на сегодняшний день рынок немножко выбит из калии отсутствия на таксометрах. О будущем мы слышали, что готовится новое законодательство о регулировании рынка таксоперевозок. Какие меры, на ваш взгляд, могут быть первоочередными, уместными для белорусского рынка? Должны быть прописаны в первую очередь? Как-то желтые такси повсеместно, либо ограничение возраста автомобиля восьми годами? Ну, первое, значит, желтый цвет. У нас на сегодняшний день легальные такси, все имеют желтые полосы, достаточно большого размера, поэтому такси в Республике Беларусь очень неузнаваемы. Нет необходимости, я думаю, вводить желтый цвет для всего автомобиля. Второй момент, это восьмилетние автомобили, да, и я знаю, что законодательная база готовится для введения такой вот меры. Ну, на мой взгляд, это немножко ухудшит качество таксоуслуг, ибо те автомобили представительского класса, которые мы, в общем-то, на сегодняшний день имеем на рынке, они достаточно дорогостоящие. И зачастую от восьми лет и чуть старше. Вот, автомобили восьмилетнего возраста, более молодые, это более дешевые автомобили, и, естественно, более худшего качества. Поэтому эта мера может немножко ухудшить качество предоставляемых услуг. Спасибо, Игорь Верховец, председатель управления транспортной ассоциации «Столичное такси». Венесуэла запустила масштабную программу по привлечению туристов. Пока доля этого вида бизнеса в ВВП страны составляет чуть более трех процентов дохода туристической сферы около миллиарда долларов. Потенциалом несколько раз больше, уверены местные власти. Новый закон поддержит турбизнес кредитами с низкими процентными ставками. Яков Бута одним из первых решился поменять привычное направление отдыха на Венесуэлу. Сейчас мы находимся на пляже Эль Кочи. Он расположен на юге острова Маргарита и входит в тройку самых популярных пляжей для серафингистов. Ежегодно сюда приезжают тысячи спортсменов со всего мира. Популярен он из-за стабильного ветра в течение круглого года и достаточно высоких волн. Татьяна Еремина когда-то тоже как простой турист прилетела в Венесуэлу. Теперь она пионер белорусского турбизнеса в этом направлении. После путешествия по Латинской Америке появилась уверенность в перспективности Венесуэлы на белорусском туристическом рынке. Но признается, бороться с привычными нам Египтом и Турцией невероятно трудно. Как и любое направление всегда есть определенные трудности. Особенно такого плана. Очень было трудно разбить вот эти стереотипы, которые связаны с Венесуэлой. Очень трудно. Поэтому мы постепенно, постепенно пытаемся это сделать. И я думаю, что еще полгода и мы действительно выйдем на нужный уровень. Потому что мы уже начинаем сотрудничать с многими туристическими агентствами в Минске, которые проявляют интерес к этому направлению. Пока доля турбизнеса в ВВП Венесуэлы составляет всего чуть больше 3%. Доход от туристической сферы около миллиарда долларов. Местные власти уверены, потенциал в несколько раз больше. Новый закон поддерживает турбизнес с кредитами с низкими процентными ставками. Например, построить отель можно под 7,5% годовых. Но дефицита ни в количестве гостиниц, ни в качественном сервисе Венесуэла и сейчас не испытывает. В последние годы уровень обслуживания туристов в Венесуэле вырос до мировых стандартов. В это вкладываются большие деньги. И у нашей страны есть все шансы стать таким же популярным у путешественников местом, как, например, Куба. Природа у нас ничем не хуже. А отдых получается на порядок дешевле. Если говорить о ценах, то действительно отдых в Венесуэле можно назвать не по-карибски бюджетным. Полноценный отпуск на двоих обойдется примерно в 2,5 тысячи долларов. Одна из причин – курсы иностранных валют. Официальные – примерно в 4 раза ниже рыночных. И в ближайшей перспективе цены не должны вырасти. Яков Бута и Виталий Селявка. Сфера интересов Венесуэла. Это все на сегодня. Сегодня программа представлена официальным партнером Аль-Пари профессиональной консультацией по инвестированию и интернет-трейдингу. Подробности на альпари.бай. Архив сферы интересов есть на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by. Ну а мы в эфире каждый вторник, среду и четверг, вечером в 19.20. Хорошего дня вам. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok